приветствую вас на канале марис ветхом и сегодня хочу поделиться как мы отдыхали семьей в крыму в этом сентябре и заранее прошу вас быть толерантными здесь под моими видео не писать злобных комментариев сохранить их при себе так как я не касаюсь вопросов политики для меня крым это только лишь место где мы можем отдохнуть красивое море красивая природа и вот здесь хочу вас познакомить с удивительным таким местом это была наша первая остановка в крыму мы туда поехали на машине это поселок малореченская в общем-то известен но прежде всего этот поселок своими виноградниками место само по себе интересное тем что это как такой небольшой утес и на нем находятся домики здесь свободно могли мы выпускать погулять детей видите такая красивая веранда и есть дикий пляж что самое для меня основное вот там я показываю находится дикий пляж к нему достаточно крутая гора то есть на коляске вы не пройдете но мой двухлетний ребенок спокойно ходил сам в гору из горы пляж немного расчищен и в общем-то мне не доставлял никаких неудобств также есть на территории домики люксы находится храм-маяк святого николая чудотворцы и все сюда приезжают именно за этим давайте послушаем колокольный звон очень красивые отсюда конечно же закаты и в сторис вам инстаграмм показывала кстати туда тоже можете перейти там не отдельные из папки про крым про наше путешествие а также еще очень мне понравилось тем что хозяева предлагают здесь на еду завтраки обеда и ужина и все по очень демократичным ценам после отдыха малореченском мы выдвинулись в сторону алушта лубки и посетили горзуф здесь такие знаете у меня впечатление двоякие город очень туристический очень много народа практически ничего не удалось посмотреть тем более мы были с коляской но конечно вида отсюда потрясающие здесь находится дом музея чехова наверное в другое время обязательно посетила это место и дальше следующая остановка и у нас была алубка вот такое чудесное место где мы останавливались это собственно красивый дом кстати он был построен по заказу одного итальянца но в свое время все это национализировали сейчас просто находятся там квартиры и небольшое небольшая пристройка к нему как раз там где мы останавливались на отсюда конечно потрясающий вид на море кипарисы можжевельники воздух ну прям пропитан этими эфирными маслами можно здесь просто находиться даже и в море мне кажется не купаться и от этого будет очень хорошее оздоровление всего органа недалеко от алубки находятся кстати говоря поселок семи из он небольшой тоже такой курортный приятный поселок единственное на нем проблемы с пляжами так вот там находится вот это здание вилла ксении у него очень интересная история тоже советую посетить чем примечательна алубка тем что здесь находится знаменитый воронцовский дворец и воронцовский парк он построен на деньги и по заказу графа михаила воронцова опять же очень интересная история его жизни это был достаточно такой простой человек несмотря на все его титулы а также он был свое время наместником кавказа и вот на его деньги было построить высота еще его в том что отсюда замечательный вид на гору айпетри кстати и и в свое время еще дореволюционное время подарил феликс юсупов своей жене представляете целую гору подарил на место конечно потрясающие красоты здесь айвазовский писал свои картины конечно советую посетить это место от нас она была буквально в 15 минутах пешком но мы не могли не посетить ялту ялта очень понравилось вот честно это тот город который я бы приехала еще раз обязательно не курортный сезон здесь много вот таких исторических построек не в очень хорошем состоянии но вот здесь вы видите купальни ров это купальни в которых принимали ванны бунин и чехов они восстановлены кстати на деньги софии ротару сейчас там находится отель рекомендую также если будете в ялте прокатиться на вот этой ретро канатной дороге мишу очень понравилось и отсюда конечно очень красивый вид на побережье ялты но ялта прекрасно вечером прежде всего тем что здесь очень много и уличных музыкантов и вообще я вам рекомендую все города смотреть как днем так вечером потому что вечером города они вообще абсолютно по-другому и выглядят и атмосфера в них совсем друг после олупки мы уже двинулись в сторону евпатории за красивыми пляжами потому что южный берег он прекрасен горными массивами а вот это вот территория от евпатории наверное дальше это песчаные пляжи сама евпатория но двоякое впечатление она мне с одной стороны понравилась своими старыми постройками советским наследием прошлого но в то же время да кстати старый город конечно очень красиво красивый восточном стиле но в то же время все находится в очень плачевном состоянии этому нужно просто относиться философски в этом тоже есть своя прелесть как оказал мой муж такого мало где увидишь и кстати в евпатории мы посетили старую аптеку ей сто лет этой аптеке абсолютно бесплатный для меня как для химика было просто интересно посмотреть вот эти вот старые записи и бутылочки скляночки в евпатории мы останавливались в очень хорошем месте это поселок за озерное евпатории буквально 10 минут на машине отель аркадия у него со свой собственный бассейн своя столовая на территории очень вкусная еда вот такие машинки и детская зона сделана с батутами с горками все место достойное я вам его буду конечно же рекомендовать и не в качестве рекламы а просто как вот чисто от себя конечно красивый пляж здесь супер аква пляж вот такой вот ракушечный крупный песок и детям он очень нравится пляж мелкий но в то же время есть и вот такие вот качельки интересные для детей вообще все сделано для людей здесь конечно сервисом намного лучше именно на этом пляже и кстати здесь недалеко есть майнакское лечебное озеро я тоже днем и поплавала и грязью помазалась и ну в общем то рекомендую вам обязательно на него зайти потому что место интересное само по себе и необычное это пляж супер аква как раз о котором я говорила вот так он выглядит вечером здесь работают и душевые и спасатели и кафе ну просто хороший такой современный европейский пляж красивый очень закат на этом пляже и недалеко от местечко этого за озерное ну как недалеко наверно километров семьдесят находится касаби ляус это крымские мальдивы здесь сливаются озеро дон узлов с черным морем такая прозрачная вода здесь в море крымские мальдивы его называют но на самом деле все уже настолько загажено туристами сюда приезжают с палашки и место уже далеко не дикое стало а общественное но все равно я думаю что если вы туда приедете вам она очень понравится здесь я просто можно сказать медитировала не думала ни о чем вот 10-15 минут полежала на берегу закрытыми глазами очень приятное место но если бы не горы мусора который к сожалению туристы не хотят за собой убирать а вообще местечко это еще интересно конечно же самим по себе озером дон узлов почитайте ли с не буду вам рассказывать но почитайте о тех событиях которые происходили здесь не так давно потому что здесь нас располагалась раньше военной базы украины это место было закрыто для посещения идем мы провожать солнышко на мишке на пляже супер аква море до море кафе пера ручку сегодня у нас последний день за озерным грустно но приходится уезжать я надеюсь что это видео стало для вас полезным мы отправляемся домой и у меня на канале есть плейлист о путешествиях там я рассказывал о том как путешествовали с маленьким ребенком оставлю ссылку на него внизу под видео обязательно напишите в комментариях были ли вы в крыму что вам понравилось какие места советуете посетить и конечно подписывайтесь на мой канал до новых встреч ваша марис ветхом